Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Малахии и поговорим сейчас о третьей главе. Основная, пожалуй, тема третьей главы – это день посещения. День, когда Бог придет к своему народу. В предыдущих главах Господь говорил о том, что вы относитесь ко мне как к функции, как к безликой субстанции, из которой должны сыпаться бонусы и плюшки. Вы поступаете по отношению друг к другу вероломно, что делает для меня невозможным благословлять вас и принимать ваши молитвы. И Господь говорит, но так будет не всегда. День посещения никто не отменял. Начинается третья глава знаменитыми словами. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», говорит Господь Свауф. Ну, во-первых, как древние, так и менее древние. А порой и современные читатели библейских текстов вообще, и этого в частности, не обращают внимания на такой важный поэтический принцип, когда одни и те же реалии должны для поэтичности по принципам объемного описания быть названы несколькими разными словами. Поэтому, если говорится «ангел мой, Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете», то это там три разные вещи. Поэтому обычное толкование, что сначала придет кто-то, кто приготовит путь пред Богом, ну, вот тут написано «приготовят путь предо мною», а потом «ангел завета», и вроде как внезапно придет в храм свой Господь. Строго говоря, это, в общем, довольно наивное толкование, уже в средние века выглядевшее довольно странно. Ну, вот такое. Такова традиция. Реально, если продраться через вот эти вот все наименования, ангела, там, моего прихода, придет в храм свой Господь, ангел завет, вот всю эту сложную картину, то, скорее всего, речь, как всегда, идет о Пасхе, о прохождении Бога через этот мир. И Бог говорит, вот я посылаю некоего вестника, который предо мной придет и внезапно придет в храм свой Господь и ангел завета. Речь идет о некоторой попытке посещения Богом людей, попытке, которая реализуется в Господе нашему Иисусе Христе. Ну, и традиционное толкование, что должен был прийти некий пророк, который там придет, все приготовит, чтобы люди смогли принять. Может быть, все-таки проще. Господь говорит о дне посещения, когда внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. Господь, которого мы ищем, это и есть ангел завета, которого мы желаем. Вот он идет. И кто выдержит день пришествия? Кто устоит, когда он явится? Один и тот же Бог готовит нас к приходу, предупреждая о наших грехах, призывая покаяться и исправить их, призывая по предыдущим главам благоговеть перед именем Господним и отказаться от вероломства в наших отношениях друг с другом, потому что день его пришествия будет внезапным, и кто сможет устоять? Он как огонь расплавляющий, как щелок очущающий, он переплавит сынов Левия, снова речь идет о левицком священстве, чтобы приносили жертву Господу в правде, в правде, как во дни древние, в лета прежние. Что же значит приносить жертву Господу в правде? Вот Господь говорит для суда, и буду вскором обличителем, чародеев, прелюбодеев, ложно клянущихся. Ну, пока понятно, речь идет о всяких языческих отклонениях, магии и так далее. Прелюбодеев сюда же, в предыдущей главе, говорил Господь от изгоняемых женок. А дальше смотрите. Удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Удерживают плату у наемника. Кто-то думает, что это такая ловкость экономическая, а это подлый грех перед Богом. Вот другая перспектива. Понимаете? Притесняют вдову и сироту. Опять же, некоторые думают, что это какой-то обычный, терпимый уровень социальной несправедливости. Ну, там вот такой у нас в нашей экономике коэффициент джинни. А это тяжкий и подлый грех перед Богом. И отталкивают пришельца. Вот они там, понаехали тут, думая, что это, ну, какая-то естественная реакция молодой нации, прости Господи. А это тяжкий и подлый грех перед Богом. И вот это не выдержит дня посещения, говорит здесь Господь через пророка. Вот придет ангел завета, вестник завета, которого вы желаете, но я приду к вам для суда, говорит Бог. Потому что вот какова ваша жизнь. Очень важная мысль в шестом стихе. Господь говорит, я не изменяюсь. Я Господь, я не изменяюсь. И то, что Бог думал об этих вещах тысячу лет назад и двести лет назад и сейчас, когда дается это пророчество и после, ничего не меняется. Правда Божья остается правдой Божьей. Но еще не менее важно, что Господь говорит, потому-то вы, сыны Израилевы, не уничтожились, что я не изменяю. Я не изменяюсь, и я не изменяю. Если бы я не был верен своим собственным решениям, я бы давно вас уничтожил. Вот собственно, что стоит за этими словами. Но тогда я был бы не я, говорит Господь. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих. Теперь обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Во всей книге Малахии мы видим, да и не только в ней, конечно, вот эту логику. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Если вы хотите, чтобы я слышал ваши молитвы, услышьте вопль несчастных, страдающих, бедных, угнетенных, загнанных рядом с вами. Если вы хотите, чтобы я благоволил и принимал и благословлял ваши жертвы, не поступайте вероломно. И так далее. Вот эта логика. Обратись ко мне, и я обращусь к тебе. На самом деле, сердце Бога обращено к нам всегда. И он видит нас всегда. Но он говорит, войди в отношения со мной, как с личностью. Войди в отношения. Не просто чти какую-то там манную кашу в небе и соблюдай религиозные правила о чистом и нечистом. Послушай меня, говорит Господь, что я тебе говорю. И тогда будут взаимоотношения, тогда будет жизнь. А без этого жизнь не жизнь. И пророк здесь говорит от лица Господня, вот что, вы прокляты проклятием, потому что вы обкрадываете меня. Вот попробуйте, принесите в дом Божий десятины те обязательства, которые вы на себя взяли, и на которые плюете. Ну, попробуйте исполнить. И тогда посмотрим. И тогда вы увидите, не открою ли я для вас отверстий небесных. Но люди и этого исполнять не хотят. даже формальных вещей, даже мало что требующих от человеческого сердца. И в заключительной части главы Господь говорит, что вы говорите, что незачем Богу служить, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его. и лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, остаются целы. Ничего такого. Ну, вот они там разбойники, искушают Бога, делают беззаконие, а мы соблюдали Его постановление, никакой пользы. Уж лучше тогда разбойничать, говорят люди. Ну, весьма вероятно, что Малахия сталкивалась действительно именно с такими разговорами. Господь говорит, странно такую вещь. Мы ожидали услышать здесь, но я откручу бошки нечестивым рано или поздно, а благочестивым, не откручу. А Бог не говорит вообще ничего о своих функциях праведного мздовоздаятеля, как это старинные славянские писатели выражали, отгрузчика наказаний. вообще ничего об этом не говорит. Вполне может оказаться, что это нами выдуманный образ. Господь говорит, но боящиеся Бога, они, Бог это слышит, перед лицом его пишется памятная книга от чтущих имя его, и они будут моими. Вот это Бог обещает, Он не обещает, кто плохо себя вел, всех расставлю в угол, и будет у них там, значит, вот, штраф. Ну, а другим будет какая-то награда. Бог говорит, те, кто чтут мое имя, и ради моего имени, ради благоговения передо мной, стараются жить в моей правде, я с ними буду, и, значит, с ними будет жизнь. Вот, собственно, и все обетование, что Бог, что мы будем вместе с Богом, и Бог вместе с нами, я буду им Богом, и они будут моим народом, еще за сто лет до этого, Бог говорил через Исаиа Вавилонского, и вот здесь, в сущности, разговор о том же самом.